О том, какие гонорары Березовский платил Сергею Доренко, ходили легенды. Но когда Доренко выходил в эфир, это было неважно. Он говорил с полной убежденностью, он заражал своей уверенностью, даже когда был в ситуации проигрыша. В 99-м году он развернул кампанию за Путина с низким рейтингом против Лужкова и Примакова с высоким рейтингом и выбил оппонентов Путина из парламентской и президентской гонки. Он сделал это за 15 программ, 15 серебряных пуль, используя все мыслимые методы информационной войны. Именно Примаков и Мадлен Олбрайт подготовили договор Россия-НАТО. Он писал сам, отдельно, за закрытой дверью. Он получал тексты сюжетов. А потом приходил или к выпускающему редактору, или ко мне и говорил, смотри, пожалуйста, я не слишком перебираю. Потому что он понимал, что он может сам увлечься. Он говорит, вот здесь вот не очень резко, вот не очень грубо, а вот это вот не очень пошло. То есть он, в принципе, прислушивался. Но, конечно, если он мог быть с тобой не согласен, я оставлял, то... Он говорит, слушай, здесь слишком. Он говорит, а мне кажется, так красиво. В этих программах было все. Жесточайший троллинг, фотожабы, мемы. Ну, все, к чему интернет еще только подбирался. Что ты стоишь, что ты не стоишь? Слышь? Было ощущение, конечно, что Доренко меняет историю и реально влияет на выборы. Потому что, ну, что он сделал с Примаковым, с Евгением Максимовичем, которым я отношусь с глубоким уважением, и с Лужковым? Он просто сделал их смешными. А это те фигуры, которые не могут быть смешными. Вот, во всяком случае, мне кажется, в нашей национальной традиции политик, который претендует на роль главы государства, он не может быть смешной. Евгений Киселев в 99-м году вел на НТВ программу «Итоги», которая, как считалось, противостояла натиску Сергея Доренко. Даже редакции этих программ были друг напротив друга через дорогу. Авторитетные, серьезные итоги. Многие упрекали НТВ в предвзятости. Но перед лицом Доренко итоги были похожи на старый Рим перед нашествием варваров. Вот эти вот знаменитые 15 серебряных пуль, я ни одной этой пули не посмотрел. Слышал в пересказе. Слышал, что это было дерзко, ернически, по-своему талантливо. Я прекрасно понимал, что состязание за рейтинг вы проигрывали. Вот это мне было совершенно очевидно. Но я совершенно не жалею о том, что я тогда проиграл. Понимаете, зато я остался, если угодно, верен принципам респектабельной журналистики, которая, да, не выдерживала конкуренции в лоб-в-лоб вот с этой самой атакой 15-ю серебряными пулями. Доренко навсегда изменил жанр воскресной аналитики. Он скрестил этот академичный, скучноватый жанр с цирком. И теперь это уже мейнстрим. Площадная аналитика. Подражаний много. До уровня Доренко не дотянул никто. Наш идеал в том, что мы удалые, богатырские, лихие рабы, а наши хозяева заботливые, справедливые отцы. Мы за них умрем, а они нам компот с течением наполник на том саим. Главная проблема, что священный трон правит. И вот если вас посадить на священный трон, а перед этим вы распишетесь кровью. Да, я буду помнить, Сережа, благодетель, все, под твоим портретом сяду и буду все. Юль, но правят-то в России, не вы правите, а трон. Ровно через 10 минут, если я посмею не на четвереньках к тебе подползти, на четвереньках и целовать туфельку, ровно через 10 минут ты отрежешь мне голову. После оглушительного успеха путинской партии на выборах, казалось, что у Даренко безоблачное будущее. Путин пригласил его в свою команду, но Даренко приглашение не принял. Ну я не совсем же чокнутый, то есть я не то, чтобы отказался, я все-таки наводил тень на плетень. Когда он, ну как разговор-то был, он говорит, Сережа, там вот Березовский неадекватен. Я говорю, ну хорошо, Чацкий был неадекватен, то есть вы придумали, чтобы его выжить. Тем более, что я до этого же слышал, что Березовский неадекватен от Юмашева и от Волошина. И когда Путин это повторил, он просто повторил их формулу. А это была формула Абрамовича, Юмашева и Волошина, как скушать Борю, потому что он там, ну они выдавливали его из семьи. Позже он скажет, что Слава вскружила ему голову. Он решил, что в одиночку может повести наступление на священный трон. В августе 2000-го во время учений затонула атомная подлодка Курск. 118 погибших. Даренко вышел в эфир и заявил, что виновата власть. Не сделала все возможное для спасения моряков. Эта программа стала его последней на ОРТ и самой известной в его жизни. Ее вспоминают до сих пор. Когда мне министр обороны докладывал, что у них все есть, он говорил правду. Несомненно, министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра. Потому что если у военных было все, то почему они не сделали ничего? Даренко уволили сразу. И это было только начало. Он поступил так, как должен был. И он к этому так и относился. Другого варианта быть не могло. То есть это был абсолютно он. Перед программой он всех предупредил, всех своих сотрудников предупредил о том, что будет. И все согласились с ним. И все пошли на это. Он сказал, вы будете все уволены. Это было удивительное противоречие. Будучи по образованию филологом, Сергей Даренко чувствовал себя человеком военным. Он рассуждал не просто как военный, а как ярый милитарист. И при этом никогда даже не пытался делать карьеру в армии. Его столкновение с реальной военной службой закончилось довольно необычно. Можно я еще более важное признание сделаю? Я принимал воинскую присягу в ГРУ. Он был в армии. Какое-то время в ГРУ пришла повестка. И он как послушный мальчик пошел. А потом, когда он уже попал, он говорит, я был как во сне все время. В январе 2019 года Сергей Даренко появился на RTVI. Почти 20 лет у него не было своей программы на телевидении. И он не только не потерял форму, он держал свою аудиторию еще крепче. Настанет пора в России, когда вы клюнув в окно, вы попадете в кого-нибудь. Или в полицейского, или в ФСБшника, или в Синовца, тюремщика и так далее. Он сразу почувствовал аудиторию. Как естественно и убедительно говорил те вещи, которые зрители могли и хотели воспринять. И как все это было не похоже на то, что он так же органично говорил другим людям 5 лет назад. Люди слепы к изменениям. Люди не способны увидеть нового. И всегда бегут по ложному следу. Каждый из вас типа циркового пуделя. Учитесь совсем молодыми десятку трюков. Потом живете этим запасом всю свою жизнь. И портите жизнь детям и внукам. Навязывайте старые трюки. Новости ясно указывают на крепнущее могущество государства. И на нарастающую деградацию социума. А вот как так получается, что государство вверх, а народ вниз? С начала 2000-х Сергей Доренко был отрезан от огромной аудитории федеральных телеканалов. Но оказывается, с ним обсуждали возможность возвращения. Тина Канделаки разговаривала с ним об этом, когда они вместе работали над совместным проектом для канала RTVI. Я человек, влюбляющийся в талант. И здесь было точно так же. Его хотелось слушать. Его хотелось рассматривать. У него хотелось учиться. С ним было очень интересно. Вообще эфиры с ним были удовольствием. Ты как на спектакль, в котором непосредственно участвуешь. У нас даже были с ним разговоры потом уже через несколько лет. Я ему все время говорила, что он должен вернуться на телевидение. И были эти попытки. И были эти разговоры. И даже в последнее время были эти разговоры. Потому что, конечно, если говорить о пропаганде, то лучшего пропагандиста, мне кажется, все-таки опять ли теперь уже можно будет найти. Сейчас сколько хочешь можно говорить об объективности. В современном мире-то ее вообще практически нет. И наоборот, субъективность, она на сегодняшний день гораздо важнее объективности. Потому что люди таргетно объединяются вокруг тех или иных героев. И верят как раз больше субъективизму, нежели объективизму. Сегодня для этого есть и телеграм-канал. Для этого есть и социальные сети. Для этого, собственно говоря, и весь диджитал. Но вот брать ответственность за свой субъективизм мало кто может. Вот он был достаточно последовательным человеком. И брал ответственность за свой субъективизм. А на телеку тебя нет? Ну, я не нужен. Ну, меня выгнали. Мне не нужно туда ходить. Вы не нужны или вам это не нужно? Я побаиваюсь, что для меня это было бы на недельку.